Не пойму, чё ты до сих пор с ней не расстался? Когда ты уже замутишь свой бизнес? Блин, ну чё ты вялый такой всё время, а? Психолог поможет вам понять, чего вы хотите на самом деле, и отделить свои желания от навязанных. Просто заполните анкету на сайте Ясно, и мы подберём проверенного специалиста, который работает с вашей проблемой. Я здесь не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. Хотите такую же суперспособность? Привет, просветители! Надеюсь, вы не забыли захватить свои акваланги. Они вам пригодятся, потому что сегодня мы отправимся на самое-самое дно. И нет, это не просто эффектная подводка к теме ролика. К тому же, не уверен, что она прям эффектная. Ни взрывов, ни звёздочек. На этот раз мы заглянем на Яндекс Дзен. Теперь вы понимаете, насколько всё серьёзно. На этом канале я читал разные, жуткие, комментарии. И когда готовился к каким-то роликам о мужской путь. И когда подписчики героев моих обзоров приходили сюда защитить своих любимцев и оскорбить меня. Ну, это святое. Здесь были и Орлы Шевцова, интеллектуальные сливки Снейл Кика, целый отряд МДшников, патриотически настроенные граждане, религиозные активисты, не совсем адекватные родители. Да, я умею заводить друзей. Мне угрожали насилием, судом, гиеной огненной. В общем, было весело. Но никогда у меня не было ощущения, что я извалялся в грязи. И теперь ни за что уже не отмоюсь. До сегодняшнего дня. Да, комментарии бывают не самые приятные. Зато посмотрите на остальные сообщения. Мои вы хорошие. Готовишь обзор на какое-то очередное странное движение, и не можешь поверить своим глазам. Да как такое вообще можно написать? Но всякий раз вспоминаешь, успокойся, это всего лишь группа людей, которая и собралась здесь по интересам. Странно залететь в сообщество любителей выпитов и удивляться, что никто не говорит о французских бульдогах. Не менее странно ожидать от подписчиков Симонян, чего бы то ни было. Всего лишь зайди на другую страницу и убедись, это просто блогер вокруг себя собрал такую аудиторию. Но, очевидно, Дзен работает по-другому. К сожалению. На Дзене я подписан на несколько блогов учителей. Похоже, это самая популярная платформа среди преподавателей. Но после ВК. Вконтакте, естественно, вне конкуренции. И достаточно давно я выработал для себя одно правило. Никогда не читать комментарии. Так как там они, скажем так, особенные. Учитель рассказывает о проблемах сельской школы, и подписчики его поддерживают. Да, все так. И ремонта нет, и педагогов не хватает. Финансирование на нуле. Этот же самый учитель в другом посте сравнивает российскую и финскую школу. Тушить свет. Перебежчик, предатель. Что-то не нравится? Уматывай. Проплаченный писака. И 99 комментариев из 100 именно такие. Это я, конечно, неплохо преувеличил. 100 комментариев в Дзене. Заявыш. Вот если педагог, не дай бог, что-то о президенте скажет без придыхания, вот тогда будет и 100, и 200. Пожелание смерти. Если вы на ютубе найдете какой-нибудь ролик, к примеру, с рассказом о ресторане в Мангкоке, зрители будут обсуждать видео. Удивительно, правда? Может быть, поделится историями уже из своих путешествий. Кто-то обязательно напишет гадость. Куда без этого? Но невозможно представить, что все комментарии будут содержать оскорбления тайцев. Крики о том, что это выдуманная нация, и общаться с ними, себя не уважать. А вот мы? Такого на ютубе практически не бывает. А вот на дзене бывает. Пока официальные лица страны рассказывают о дружбе народов и мы многонациональное государство, читатели дзена просто катком проходятся по всем статьям, где рассказывают о соседних странах. И я сейчас говорю даже не про Украину. Когда ты затрагиваешь в своем блоге политическую тему, жди срач. Здесь нет ничего удивительного. Все мы люди. Когда же ты делишься рецептом лагмана, который ты узнал в Астане, а в комментариях беснующаяся толпа предлагает деноцифицировать Казахстан, это вызывает вопросы. Парочку. Я давно хочу посетить Алматы, и поэтому, когда рекомендации выдали мне что-то из серии «5 самых крутых мест в южной столице Казахстана», ничего не предвещало беды. Девушка делится своими эмоциями. Горы, здания, приветливые люди. Обычный тревел-влог, только в текстовом формате. Таких море. Возможно, в комментариях люди делятся другими прикольными местами. Подумал я. Ага, давно я так не ошибался. Большинство сообщений настолько были пропитаны ненавистью к другому народу, что мне аж страшно стало. Я точно не в 30-е годы перенесся? Наверное, это просто сюда какая-то не очень адекватная группа случайно попала. Вон в той статье все точно будет по-другому. Вроде бы больше 30 лет на свете живу, а все еще наивный. Но в свое оправдание хочу отметить. Я никогда в своей жизни, никогда не читал в открытом доступе столько унижающих другие народы комментариев. Нет, я знал, конечно, что такие люди есть, само собой. Но я предполагал, что они где-то там, в нижнем интернете, по группкам прячутся. Они захватили целую ветку популярной платформы. После объявления мобилизации тысячи россиян выехали в страны ближнего зарубежья. Больше всего народа принял Казахстан. У части уехавших оказался аккаунт в Зене. И они решили поделиться своими позитивными эмоциями от страны. Не то они, конечно, платформу выбрали. Не ту. Кто-то рассказывал о природе, другой о ценах в магазине, третий благодарил народ Казахстана за помощь. Читатели это не оценили. Были и обычные граждане Казахстана, которые просто пишут о своей стране. Досталось и им. Рассказал о местных яблоках? Предатель, русофоб, личный враг президента. У меня аж рука заболела. Тяжело быть комментатором на Дзене. Фулл тайм джоб. Если в заголовке статьи Казахстан, мы знаем, что надо делать. Из Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и прочих станов... Это ж надо так название страны написать. Кыргызстан, Киргизия. Если бы это была еще единственная проблема этого сообщения. Прочие станы. Русским давно следует делать ноги. Я сделала это в 93-м году. Ради детей своих, их будущего, моего родного русского языка. Да, хожу по улицам Бишкека и ни одного русского слова. Захожу в магазин, отказываются обслуживать. Все только на Кыргызском. Не дай бог где-нибудь слово скажешь по-русски, тут же вокруг тебя улюлюкающая толпа образуется. Поэтому приходится с пакетом на голове ходить. Казахи и другие народы хотят говорить на своем языке. Как только они откажутся от русского, их путь назад в темноту, безграмотность, бескультурия, средневековье. Так флаг им в руки и перышко для легкости. Темнота, безграмотность, бескультурия. Пишет она, а стыдно мне. И не забывайте, где языки притесняют. Несчастному автору пришлось в Россию уехать, чтобы любимый русский сохранить. Она к местным со всей душой, а они к ней со своим бескультуре. И что это она в Азии не ужилась? Наверное, когда ты унижаешь целые народы, и к тебе относятся соответственно. Да не, бред какой-то. Это космическое государство, смех, еще вякает на Россию, которая и создала это ранее несуществующее государство. У них даже своей письменности не было. Пастухи, работать не заставишь. А рабочих славян всех выгоняют с так называемого Казахстана. Ума-то нет. Если вас попросят рассказать, что такое имперский снобизм, отправляйте вот к этому сообщению. Засуетились искусственно созданные страны. Знают, на чьей земле сидят. Я очень надеюсь, что вы это пишете не из Сибири. А то не очень удобно получится. Но знаете, народы, которые жили тут веками до славян... Они уже одной ногой в Америке. Имеют биолаборатории. На совещании ШОС его показали в последний день, что присутствовал. Там беседы вел с американкой, посещавшей Тайвань и Армению. Переходят на латиницу. Забавно, как, наверное, понимая, что биолабораториями уже никого не напугать, Ольга решила привести последний, но железный аргумент. Латиница. Что еще за Казахстан? Это земли бывшей Российской империи, которые должны быть возвращены России. Как вариант, его можно поделить с Китаем. По типу нам север и мюк. И все будет тогда нормально. Еще один мамкин историк и геостротег подъехал. Ребят, я не понимаю, почему некоторые жители Казахстана плохо к россиянам относятся. Кто-нибудь может подсказать? Но вообще идей нет. Буду просить, потому что, ну, слушайте, давайте все-таки обратим внимание на то, что следующая проблема – это Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же самые вентинацистские процессы, сейчас на Украине. А границы у нас там... По поводу языка. В вашем языке нет таких слов, потому что у вас нет своего языка. Нет языка так же, как и не было в вашей стране. Почему так часто, когда заходят подобные беседы, сообщения именно так и выглядят? Море точек, толпа восклицательных знаков и нету в качестве бонуса. Казахстан – ваша страна, потому что русские в лице грузина вам ее создали, а потом в лице алкаша вам ее подарили. Так что жуй кумыс и пей конину, а то начнешь про вашу страну не там рассказывать, и она вновь станет нашей. А Дима все не успокаивается. Зачем вы в этот непростой период для России пишете такие статьи? В Казахстане русских никто не ждет и не любит. Вы пишете для того, чтобы российская молодежь туда бежала, где их там будут унижать и издеваться. Вы этого добиваетесь. Автор, ваша статья заказная. Автор, вы там живите. Это ваше место. Правильно. А если эту молодежь отправить на фронт, она там расцветет. Вот. Главное не в Казахстан. Как же я плохо отношусь ко всем среднеазиатам. Им русские не нравятся. А они кому-то в России нужны. И ведь не выпряшь, как присосались. Противно читать, когда хвалят дикие страны. И нечего им выпендриваться. Сначала дорастите до уровня развития русских, а потом и возникайте. Да, до уровня Натальи нам всем еще расти и расти. Корень раст. Перед СТ пишу А. Ну так, на будущее. Я, конечно, не азиат, но свою ничтожность перед лицом Натальи Великой ощущаю всем существом. Ну, противно ей читать, когда хвалят дикие страны. Ну, знаете, ты дикий Узбекистан, у которого города древнее, чем в России. Знакомая девушка-казашка из Омска, скромная, тихая. Казахский язык знает. Дома на казахском разговаривает. С высшим образованием познакомилась с парнем из Казахстана. Экибастуза, кажется. Вышла за него замуж. Через месяц развелась. Сказала, что в жизни больше туда не поедет. Там одни дикари. Вот так. Россия создала этот Казахстан. Дала свои земли. Построила промышленность. Подняла целину. А у казахов своей письменности даже нет. И государства такого никогда не было, пока русские его не придумали и не создали. Похоже, они начинают повторяться. Автор явно не русской национальности. Плохо знает русский язык. Очередная казашка вешает лапшу на уши лохан, рассказывая слащавые сказки. Сильно на то похоже. Все равно это не поможет. Вот и беглецы от мобилизации протрезвели. Ждали теплый прием, а получили дулю под нос. Вообще, достаточно одного раза съездить в Казахстан, чтобы понять, русские там не нужны. Казахи строят мононациональное государство. Старики, помнящие СССР, скоро вымрут. Во-первых, не Алматы и Астана, а Верный и Целиноград. И здесь начало. Во-первых, не Калининград, а Кёнигсберг. И здесь начало, дорогуша. Ну если в Казахстане начнется заваруха, да там не меньше будет путешественников. Русские всегда были воинами. А казахи в каких битвах участвовали? Только искакали на ишаках по степям. А понтов-то до Второй мировой войны в Российской империи народцев в армию вообще не призывали. Где ж казахи успели повоевать? Более миллиона казахстанцев ушли на фронт. Каждый второй не вернулся. 615 казахстанцев получили звание Героя Советского Союза. Где успели повоевать? Да даже не знаю. Плечом к плечу с твоим прадедом? Правительство Казахстана еще в 92-м году приняло документ, по которому все вывески и вся госдокументация ведется на казахском языке. На русском сейчас там разговаривает не больше 10% людей, потому что русских проживает там около 2 миллионов. И то, это в основном пожилые люди, которые достаточно хорошо знают казахский язык на бытовом уровне. Я сама из Алматы, прожила там много лет, а вы, видимо, просто приезжали. Понимаете, в Казахстане на русском только практически одни пенсионеры говорить умеют. В середине января казахский посол в России Ермек Ашербаев заявил, что русским языком в республике владеет почти каждый житель, а проблемной является ситуация с распространением именно казахского языка. То есть русский язык как есть, так и остается, и это записано в Конституции языком межнационального общения. По данным переписи 2009 года на русском языке свободно писали и читали 84% казахстанцев, на казахском 62%. Устную русскую речь понимали 94%, казахскую 74%. А вот у читательницы Дзена другая статистика. Только пенсионеры. Можно, правда, на YouTube зайти, ролики казахские посмотреть. Но зачем? Жители Казахстана попытались вступить в дискуссию, но... Ошибки в комментариях, написанных по-русски, и есть тупость и ограниченность. А дальше тупое еще тупее, а из средневековья вы так и не сумели выбраться, а сейчас деградация ваших народов идет полным ходом. Жители Казахстана попытались вступить в дискуссию, но они не знали, что делать это нужно исключительно на чистейшем русском языке. Понимаете, человек знает два языка. Возможно, не в совершенстве, но все еще два. Не-не-не-не-не, ты пишешь с ошибками на языке моей страны, а значит, ты тупой и ограниченный. Надо было просто ответ писать на идеальном казахском. Тогда бы тупой и ограниченной оказалась уже вишенка на торте. Ну, по ее же логике. Вообще непонятно, как можно оставаться в стране баев, которую вынули из каменного века. Дима знает, о чем говорит. Сам-то еще в каменном прозябает. Какой Казахстан? До 36-го года такого государства вообще не существовало, и земельки им прирезали русской. Ах, любимые мои историки. А вот в 36-м году? Я бы тоже сейчас про историю некоторых городов вспомнил, но у нас за подобные воспоминания присесть можно. Зато история других стран, ради бога, пока дзеновцы причитали о русофобии и притеснении русского языка, в общем, ничего нового. Читатели из Казахстана рассказывали о школах на русском языке, о государственном статусе языка, но это, как говорить, со стеной. В Казахстане более тысячи русских школ, а в России на 650 тысяч казахов ни одной казахской школы. Так кто кого притесняет по языковому принципу? Ну и правильно, не нужны в России, должны казахские школы. Хотите сохранить свою национальную индивидуальность? Переезжайте в Казахстан. Но при этом русские школы в Казахстане необходимы, и попытки развивать язык титульной нации – притеснение. Эмм, логично. Как-то непонятно, почему автор называет этих существ вынужденные мигранты, беженцы, переселенцы. Что это за издание такое? На чьи деньги существуют? Если дезертиры, предатели для них вынуждены иммигранты. Автор, ты чьих будешь? Очевидно, не ваших. Алексей даже не понял, что он в личный блок попал. Все ищет какое-то иностранное финансирование. Так приятно это читать. От души желаю вам, предатели, побольше проблем и страданий. Не будьте счастливы. Не завидуйте. И вы мягкий знак потеряли. Приняли, обогрели, обобрали. Сколько бегать будете? Трумы, предатели. Родители вскормили чадо позорных людей. Жизнь подкинет вам испытания от предательства. Спасли шкуру. Живите в степях. Учите язык казахов. Вот это, конечно, контрольный в голову. Учите язык казахов. Урыла. Все хорошо. Чем больше говна выйдет, тем в России будет чище. А вот это просто обязательный пунктик всех подобных рассуждений. Россия очистилась. Уезжают преподаватели вузов, врачи, айтишники, учителя. Дышать стало легче. А нам они не были нужны. А потом в следующем сообщении. А почему в российских больницах работает так много приезжих? А что это министр пытается айтишников хоть как-то назад привлечь? Они ж предатели. Похоже, легко дышится лишь на дзене. И на моей страничке Бусти. Ведь именно там можно встретить вот этих топовых товарищей. Если хочешь поддержать меня, смотреть ролики раньше всех и без рекламы, переходи по ссылке в описании. Там же тебя ждут стримы и бонусный контент. Интеллигенты с макбуками вовсе не интеллигенты. Честно говоря, вы, господа из креативного маменькиного класса, задолбали. Других слов нет. Пытаться присоединиться и изморать одно из традиционных явлений русского мира. Ох, как же мы завидуем этим интеллигентам с макбуком. Люди из креативных профессий ведь вообще ничего не делают, а могут позволить себе по миру путешествовать. Понятно, что этой липовой интеллигенции очень далеко до Алексея. Он, правда, слово интеллигенция и честно написать не может грамотно. Но зато он за русский мир борется. Где же вишенка на торте, когда она так нужна, с ее орфографическими претензиями? Или докапываться можно только до граждан другой страны? Как вы, условные насрольнято, хипстеры и прочие сисадмины в куче с креаклами, не пыжитесь вам ни знаниями, ни воспитанием, ни сравнится с интеллигенцией. Вы накипь земли русской, что постоянно и демонстрируете. Вау-вау, урыл просто. Не с глаголами научись писать раздельно. Самое хорошее в... Впереди. Назад вы уже не попадете. Хорошо, что шушера свалила. А мы как-нибудь сами. ПОЗАДИ КРУТОЙ ПОВОРОТ ВПЕРЕДИ Впереди сюда. Почему защитники русского языка такие безграмотные? В смысле, у моего ребенка не будет уроков математики? Что значит, учитель уехал? Что значит, как-нибудь сами? Нация россиян самоощущается. И это хорошо. Сколько потом потеряшек будет, будут в рабстве баранов пасти. А зачем уезжать из России? Я не могу понять. Хотят отсидеться в Казахстане, потом возвращаться обратно уже без штанов, а родину кто будет защищать? А ведь вернетесь, кому вы там нужны? Там очень любят себя казахи. И казахи, и кыргызы, и узбеки, и армяне. А еще правительство в этих странах понимает, что оставшиеся без штанов россияне зачем штаны тут 40 градусов летом? Носи шорты. В массе своей трудятся удаленно. Платят налоги и дают буст креативной экономике. Но сама идея удаленной работы все еще в голове комментатора Дзена где-то на уровне фантастики. Даже не вздумай, Иуда, возвращаться. Таким, как ты, не место в великой России. Испугался мобилизации? Какой ты мужик после этого? Умный? Согласен. Настоящие мужики делают только то, что им говорят важные дяди. Мнение самого мужика не учитывается. Не страшно, что вы убежали из России. Страшно было с вами в одной стране жить и в одном окопе оказаться. Пишет, Арина. Очевидно, из окопа. Кроме родины ты никому не нужен. В чем мужество? Это преодоление страха. Вернись домой и иди в военкомат. Заберут или не заберут, это не главное. Главное, что ты поборол страх и все наладится. Смерти не бойся. Когда она придет, не узнаешь. Живи и езжай домой. И за родину не грех умереть, если так решит Бог. Удачи тебе и мужества. Аааа. Ну да, правильно. Покупаете там недвижимость, машины, а потом вас оттуда выгонят. Вернее, сами будете бежать, не оборачиваясь. Проходили уже. Хотя, чую я, в Северном Казахстане скоро будут референдумы о вхождении в состав РФ. Недолго осталось. Казахстан на втором-третьем месте по русофобии после Украины и Прибалтики. Даже поляков переплюнули. Русофобия, референдумы, предатели, русский язык. Четыре столпа Яндекс.Дзена. Фу, смешно и поганенько. А чего не Узбекистан? Действительно. А почему не Узбекистан? Почему не прекрасный Ташкент? Почему не древнейшие Бухара и Самарканд? Или это тоже искусственные российские изобретения? Даже при СССР казахи не очень-то были дружелюбными. Думаю, вы там ненадолго. Никому не нужны и своими не станете. Русский должен жить в России. Казахи – злой народ. И скоро это поймете. Я вот не помню, как называют людей, которые целый народ под одну гребенку. Такое слово прям на языке вертится. Что-то, по-моему, с Украиной связано. Если честно, есть желание создать петицию, чтобы вот такие семьи при возвращении были лишены всего. Пособий, маткапиталы, пенсии, запрет на любые госуслуги, продажи имущества, получение загранпаспорта. Пусть живут там, куда уехали. Выбор сделан. К сожалению, Миша Ефимов не понимает, что вот эти вот уехавшие семьи порой в казну приносят больше налогов, чем подобные Миши. И государство, ой, как заинтересовано, возвращение этих айтишников-предателей. Незадача для Миши. Мусор в Алма-Ата? Когда-то этот город был на одном уровне с Питером по чистоте и культуре. Видимо, носители этого почему-то уехали. На их место заехали представители другой культуры, которые не зазорно разводить вокруг себя грязь. Да, мусорят только казахи. Согласен. Наверное, они же и мой родной сосновый бор превратили в свалку. Еще одну Украину вырастили под боком. Я так понимаю, они хотят к Америке прилипнуть? Ну тогда у них вообще никаких прав не будет, как во всей Европе. Чего не отнять, у подобных Андреев они очень переживают о европейцах. А как они зиму перенесут? Бедные. У них же прав там совсем нет. Что без нас будут делать? Так приятно видеть простую человеческую заботу. Мы запомним эти казахские речи. Если что, этот комментарий адресован тем жителям Казахстана, чтобы помогали переехавшим россиянам. Ааа, русофобы? Помогают? С казахами надо решать срочно. Промедление наше их апгрейд. И урезонить казахо-нацистов будет сложнее, чем укра-нацистов. Они уже не заигрывают с НАТО, а размещают на своей территории натовский контингент и секретные лаборатории. Моя младшая дочка с четырьмя детьми живет в акмоле. И чувствует все нацистские настроения казахов. И продать квартиру, чтобы ей уехать, не дают. Просто оставляй и вали, пока разрешаем. Вот так они разговаривают с людьми любой национальности, кроме казахов. А вот и секретные лаборатории подъехали. Пока всей страной собирают на броне жилеты для мобилизованных, читатели Дзена пытаются с Казахстаном разобраться. Страна с пониженной социальной ответственностью. С социальной. В другой ветке про это писал. Так казахи целым аулом налетели, причем подтвердив своими помоями правдивость всего того, что автор озвучил. Так что русофобский Казахстан очень серьезная и опасная тема, потому с Хохляндии и Россией надо разобраться побыстрее, пока у казахов только тлеет. У нас под боком не одна Украина. Есть и Армения, и Казахстан. Проблемы с ними будут, и России придется рано или поздно решать с ними. Есть страны, политические проститутки, и нашим, и вашим. Слушайте, список все ширится и ширится. Теперь вот еще Армения. Притормозите там. Ну не успеваю я заносить страны в табличку врагов. По возвращению сразу на пункте перехода повестку и на Украину. А что ж ты сам, Витя, не в Украине? Ты ж поддерживаешь решение правительства. Вот и топай в армию своими маленькими патриотичными ножками. А я думаю, это отличное поле деятельности для западных спецслужб. Публика мягкотелая, с гнильцой. Завербовать несложно. Поэтому всех выехавших на карандаш по приезде шерстить с головы до ног и затем держать под микроскопом. Джо, нас раскрыли. Отдыхать? Это одно. А ты попробуй там пожить. Я родился и жил там и насмотрелся на их гостеприимство и национализм. Пусть живут как хотят и пасут баранов как раньше. На больше они не способны. Саша, какие бараны? Проснись. Ты запятую перед Союзом А поставить не можешь. О баранах он будет рассуждать. Если вы думаете, что досталось только Казахстану, вы ошибаетесь. Одно название чего стоит? Кыргызстан. Зачем туда ездить? И им здесь делать нечего. Плохо отношусь к среднеазиатам. Все, что у них осталось хорошего, все сделано России. Сами они ни на что не способны. И киргизинг устраивает регулярно. А уж в Москве мы их узнали хорошо. Дикие, тупые, необразованные, озлобленные наркоманы, уголовники. После тех событий в 90-х убийств русских ни одного из них в Россию не должны были пускать. Я бы даже посольство их ликвидировал. Что меня во всей этой ситуации пугает? Адекватных комментариев практически нет. Обратили внимание на количество лайков? Что мне дает надежду? Я не нашел, пожалуй, ни одного блога, где бы сами авторы плохо говорили о стране, которая их приютила. Только слова благодарности и восхищения, которым я и присоединяюсь. В людях взращивают ненависть и озлобленность. Если с утра до ночи кричать про избранность и кругом враги, рано или поздно многие в это поверят. И именно поэтому такая массовая агрессия. Человек читает хорошие слова о чужой стране, и у него это просто в голове не укладывается. В смысле за границей и жизнь? Какие еще школы на русском языке? Там все русских ненавидят. Что еще за местная культура? А вообще, главный вывод, я бы наших замечательных политиков на дзен отправил. Пусть там в причинах плохого отношения попытаются разобраться. Ну и самое главное, не бывает плохих народов. Бывают тупые люди на дзене. Друзья, если вы хотите поддержать меня, обязательно поставьте лайк этому видео. Так оно наберет больше просмотров. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там всегда интересно. Ссылка на бусте есть в описании. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok